Интервью человека, которого без преувеличения можно назвать легендой, человек, прогнозы которого сбываются всегда со стопроцентной точностью. Збигнев Бжезинский говорил с нами об этих переговорах и об Украине. Я хочу вас спросить, а можно ли доверять Путину? Можно ли доверять России? Не ведет ли Москва двойную игру, когда одни действия на публику, другие, совершенно противоположные, завершаются руками боевиков. Тут все зависит только от вас. Страна может быть настолько независимой или зависимой, насколько позволяют ее жители и ее лидеры. В этом и заключается сила нации. Первые 20 лет независимости Украины были потрачены впустую. Не думаю, что мне нужно рассказать вам, как и благодаря кому. Теперь это вызов для всех вас сделать так, чтобы следующее десятилетие оказалось успешным. И если вопрос в этом, то я довольно оптимистичен. И не только насчет будущего Украины, но и насчет будущего России. Но если говорить об этих переговорах с Путиным, то не возникает ли ощущения, что основные решения принимаются вовсе не на этих встречах? Что такие саммиты – лишь возможность переставить публичности кулуарной договоренности? И разговор Порошенко с Путиным полезный. Возможно, Путин как раз во время этих переговоров и поймет, что у Украины теперь есть руководство, заинтересованное не только в том, чтобы самим обогатиться, но и сделать Украину успешной, демократической, сделать ее частью Европы, и в то же время страной, не враждебной России. Думаю, будет найдено позитивное решение, которое сможет устроить всех. Вы не поверите, Бжезинскому уже 86 лет. Человек, который в свое время определял американскую политику, сейчас по-прежнему на нее влияет. Ведь к его советам прислушиваются многие, ну, тот же Барак Обама. Большую часть нашего разговора мы покажем во второй части программы после девяти вечера. Не пропустите. Политик, прогнозы которого всегда оказывались верными, рассказал нам с вами, что дальше ждет Украину и Россию.